Парковка машин в неположенных местах является актуальной проблемой как для столицы, так и для всей страны. Автомобилей становится все больше, а свободного места для пешеходов все меньше. Людям приходится обходить препятствия. Как решают проблему в нашей стране, мы расскажем в сегодняшнем сюжете. Чаще всего от неправильно припаркованных машин страдают матери с колясками, пожилые люди и транспорт экстренных служб, который не может проехать к месту вызова. Чаще всего нарушители оставляют свои машины на тротуаре, вплотную к зданиям, на газоне или прямо на остановках общественного транспорта. Тем самым занимая все свободные клочки земли, доставляя огромный дискомфорт жителям города. Ребенка мы не можем проехать, потому что человек припарковал машину в незаконном месте. В принципе, там есть специальный пандус именно для спуска колясок. И вот, как вы видите, мы минут 15 уже стоим, ждем его, как бы хозяина нет. Закон для всех один, надо соблюдать его. Тут очень все элементарное просто. Поэтому я хочу призвать всех, кто за рулем, уважать не только себя, но и окружающих. Сейчас автомобилистам придется тщательнее продумывать, где припарковаться. В противном случае ждет неприятный сюрприз. Ведь любой человек, возмущенный неправильно припаркованной машиной, может вызвать патруль по номеру 022-255-481, который приедет на место и составит протокол. Если хозяина транспортного средства не будет, то сотрудники полиции открутят номера. Я считаю, что только этот способ действует для борьбы с такими людьми. Потому что по-другому никак. Когда им делаешь замечания, они говорят, иди как хочешь, объезжай как хочешь, а мы тут будем парковаться там, где хотим. Машины очень мешают проезду. И как бы мы даже сейчас вот обратились в патруль, чтобы уже просто пришли, сняли номера машины. Потому что здесь специально сделан съезд для колясок. Против хамства на дорогах также выступает некоммерческая организация СтопХам, которая на протяжении нескольких лет борется с водителями. С каждым днем активистов становится все больше, и двери организации открыты для всех желающих. Этим воспользовались женщины с детьми, которые намерены бороться за свои права и наказывать нарушителей. Устраивать рейды, где будут именно мамы с колясками бороться с хамами. Конечно же, мы готовы говорить на эту тему и будем развивать это, скажем так, под отделением. Конечно же, пишите нам, да, нам очень часто пишут по поводу проблемных зон, и мы выходим в эти точки. Власти тоже продолжают бороться с нарушителями. Сейчас по городу ездит автомобиль, на борту которого находятся специальные устройства, фиксирующие номера автомобилей, стоящих там, где это не положено. Протоколы составляются автоматически, а затем все данные отправляются в центр мониторинга для дальнейшей обработки. Оповещения о штрафах нарушители получат по почте. Парковок в городе не становится больше, поэтому у автовладельцев нет другого выбора, как оставлять машины в неположенных местах. Но, несмотря на это, нужно соблюдать правила дорожного движения, ведь это оптимальный путь к повышению культуры вождения в нашей стране.